МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Перспективы развития реального сектора экономики. Наместник премьер-министра Республики Беларусь Александр Суботин сегодня наведал в Гомель. Зрабит жилобин городом Мары. Жихары пришли с инициативами на прием до помощника президента Валерия Бельскаха. Гистория региона в контексте падей Великой Айчинной войны. Международная навуково-практичная конференция собрала гисториков с Беларуси и России. Поветренные гонки сегодня в Гомельском парке открыли новый аттракцион. А зараз об этом и иншим больше подробно. Знайомство со станом справ и перспективами развития реального сектора экономики. Наместник премьер-министра Республики Беларусь Александр Суботин сегодня наведал в Гомель. В плане визиту три предприемства. Гомель Абл Агросервис, Мясокомбинат и Спартак. Марина Джалая с подробностями. Визит на Гомель Абл Агросервис прошел без удела журналистов. Первая кропка с прессой – Мясокомбинат. Подчас сустреченной объекты мясной промысловости размова об новых видах продукции. У Апошнича Астут стали выпускать новую линейку по гостю, якая складается с пяти найменю. Это только натуральная продукция без добавок. До речи, выработы Гомельского мясокомбината можно набывать празд-интернет-краму. По коль такая послуга доступна для гомельчан и жихаров суседних забластным центром населенных пунктов. Такий круг – это не отказно складанные умовы працы в пандемию, а давно запланованный перспективный гандлеванный керунок. Каля 10% мясных и каубасных выработок предприемства отправляется на экспорт. По сумме это от 500 тысяч до миллиона долларов. Основные рынки сбыту – Россия и Казахстан. Первая поставка летость отбылась во Вьетнам. Что тычется Беларуси, то фирменная сетка, представленная с 40 объектами. Предприятие везет такую очень активную работу по разработке новых видов, по внедрению их на рынки. Вот мы на сегодняшний день изменили нашу практически полностью линейку сыровяльной продукции, внедрили более говяжьоемкие товары. Наконец-то вышли, сделали линейку ГОСТа в пять наименований, сделанная по рецептам ГОСТа непосредственно, она по тем старым, когда мы с вами еще помним в Советском Союзе, с отличным выходом, практически без всяких добавок, только соль и специи. Поэтому я всем рекомендую, пользуясь случаем, попробовать нашу продукцию в виде ГОСТа. Знешний гандель додал у Росте и на Спартаку. Все лето тут заявились и новые рынки сбыту, например, Йемен. В Беларуси працует больше 2,5 десятки фирменных крам-продприемства. Основный объем кондитерской продукции на внутреннем рынке реализуют прозбойные республиканские гандлевые сетки. На другом месте – уластная товаропроводная сетка. Прибыток на предприемстве отримливают и дякуючу снижению себекошту продукции. Так само фабрика нема валютных кредитов. По выниках первого квартала усе показчики выконаны. Некоторые лишь бы по полгоди будут не такими становушими. Ситуация связанная с проблемами не только у Беларусска, а и у сосветной экономики за уплыву эпидситуации. Системные такие визиты. И я решил начать ознакомление с областью, с реальным сектором экономики, со всеми отраслями, которые мне подчиняются. Именно на местах уже поездить. Не только глядя в кабинете в различные справочники, статистические беседы с руководителями, но и посмотреть, что на самом деле происходит. И увидеть своими глазами, почувствовать атмосферу, чем то или иное предприятие дышит и какие проблемы здесь есть. Потому что из центра многое не увидишь. А вот почувствовать можно только здесь. Поэтому вот сегодня мы в Гомеле, сегодня мы смотрим Спартак, сегодня побывали на Мехдворе, сегодня мы на мясокомбинате и так далее. В хозяйство заедем. Поэтому вот такой вот разноплановый визит. И я думаю, каждый регион нашей замечательной страны, он все равно имеет очень сильные особенности. Где-то теплее, где-то холоднее, где-то песчаные почвы, где-то более тяжелые, где-то и люди другие, отношения другое. Поэтому нужно все это знать, чувствовать, чтобы потом как-то более успешные и объективные решения принимать, чтобы они лучше выполнялись. Александр Суботин отзначил, что вельми важно вывучать и аккумулявать передовый опыт предприемства и затем лучше расповсюдживать в других регионах страны. Марная Джала, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Пытание доброго порадкования, працовной занятости, а так само вертання грошей, унесенных заранее бронирование отпочинку за мяжой. С этими и иншими питаниями беларусы звернулись на прием грамадян до Валерия Бельского. Состреча помощника президента по питаниях финансово-кредитной системы с грамадянами отбылася на базе беларуского металлургичного завода в Жлобине. Немалая частка сворота утычилась питанием развития инфраструктуры райцентров. Некоторые люди звернулись уже с конкретными бизнес-идеями и проектами по створению экопарку, будовництву пешеходных мостов и открытых пляцовок для занятков воркаутом. Мы обратились с целью дальнейшего продолжения сотрудничества, сделать город Жлобин городом мечты, сделать большинство открытых спортивных площадок, доступных для всех жителей. Планируем дальше развивать город Жлобин, строить парк экстремальных видов спорта для всех молодежи. И руководство поддержало в нашем стремлении в поиске инвесторов. Что радует, что люди пришли не с проблемами, а пришли с инициативами сделать свой город лучше, развивать производство, получить помещение для развития производства. Такие инициативы должны быть поддержаны. И сразу же были приняты решения, и обратившиеся с такими инициативами оказались удовлетворены. Усе звороты знайшли подтримку. Участка питания отримает решение в ближайший час. Остатнее взятое на детальовое выучение и далейший контроль. А завтра же хары в области могут звернуться по телефону до представников мясцовой улады. У Гомельскими облаканками на питание громадян откажет наместник старшини Владимир Привалов. Телефон для совести 33-12-37. В этот час принимать звонки будет наместник старшини Гомельского гарвы Конкама Сергей Андреев. Номер 51-45-58. Про мои линии, які, звычайно, працуют с 9 до 12 годин. За час работы профсоюзной горячей линии по опытаниях незаконного звольнения работников удалось отстоять продолжение контрактов для 8 человек. Про это поведомили в пресс-службе Федерации профсоюза в Беларуси. Усяго с 15-го червеня поступило больше, як 90 зворотов, причым пытань не закронали не только ситуации со звольнениями, але практично всю сферу працонных относинов. Горячая линия протягла и працовать. Потелефоновать можно у Минск 373-8294 с 10 до 12 и с 14 до 16 годин. У Гомельским областным объединения профсоюза звонки приймают по номере 32-90-85. День справедливости и гонору. Сегодня работники прокуратуры означают свое профессийное свято. У календары важных беларуских дат яно з'явилось 22 годы тому, а с дня створения ведомства селета 98 годов. Деяность прокуратуры тычется литерально у сих, яна обороняя правы и свободы грамадян краины. У фае областной прокуратуры выстава твора у работников. Малюнки, вышелки, выработки с древа и бисера, уличивающие особливые умовы, предыктованные пандемией, все лето свято отрымало новый формат. Полторы месяцы тому в регионе был обвещен конкурс на лепшее доброе упорядкование территории вокруг районных прокуратур. Переможцей вызначено Калинковицкое подразделение, а больше как ста ветеранам отправили святочные фотопаштовки. На их коллектив работников, які працавали у прокуратуры, 400 годзе тому. На зворотным боку индивидуальное веншование. И, конечно, у гэтый день лепшие супрацовники, свыше 50 человек, отрымали удячности и грамоты от прокурора в области, генеральные прокуратуры, профсоюзные организации, а так само медали за бездакорную службу. Должен с удовлетворением сказать, что сегодня у нас вакантных единиц нету, у нас есть конкурс, выбираем лучших из лучших выпускников юридических вузов. Есть у нас желающие перейти из других правоохранительных структур к нам на службу. Тоже есть выбор, поэтому у меня, как руководителя прокуратуры области, есть выбор, и я заинтересован, чтобы работали у нас сотрудники компетентные, те, которые уважительно относятся к населению, к тем обращениям, которые поступают. А кредит доверия от населения очень большой. У нас за прошлый год больше 11 тысяч обращений зарегистрировано в прокуратуре области. Это на 200 сотрудников. Вы представляете, какая у нас нагрузка. Своё профессийное свято означают сёння и адвокаты. Белорусская адвокатура – это корпус высококвалификованных юристов, супольность однодумцев, которые и мгнутся с правой своего життя, оказание юридической допомоги узнять на самый высокий и в той же час доступны для насельництва узровень. З нагоды свято сёння усе юридичные консультации и адвокатские бюро бесплатно примали маломайомных граждан. Такие мероприемства и прошения Совета Белорусской республиканской коллегии адвокатов в Украине проводятся регулярно. В приватности бесплатную консультацию маломайомные жихары смогутся тримать так само 1-го Кастрычника и 4-го Снежня. Выучение падей Великой Айчинной войны до этого дня застаётся актуальной справой. По всей краине в этой теме просвечены шматлики акции и исторические конференции. Сегодня одна из них пройшла в Гомельском областном музее военной славы. Международная науково-практичная конференция «Гистория Гомельщины» в контексте падей Великой Айчинной войны собрала каля по сотне ведущих гисториков. Всё лето мероприемство проходится новым для его формате. Онлайн-конференция позволяет утягнуть в раскрытие проблематики больше специалистов. По словах организаторов, это на шмат повышает якость и продуктивность науковой працы гисториков. А мета у них не простая. Ни для кого не секрет, что в последний час. Всю частью возникают спробы переписать гисторию падей и выника у войны. И задача у дельника у конференции при допомозе важких аргументов и фактов расставить кропки над «и», назавжды покинувши у гистории подвиг советского народа. Выником конференции станет выдание сборника науковых артыкулов. Специалисты упевнены, что он дополнит информационный массив докладных ведов, открыя новые имены героев и умоцует историческую память народа. Проведение этой конференции является достаточно важной справой в выучении открытия новых аспектов падей Великой Отчинной войны, конкретно у нас тут на Гомельщине. Все лета на конференции сбираются науковцы, как с Беларуси, практически с всех университетов и многих науковых центров, так само и с Российской Федерации. И я думаю, что сегодня мы знойдем нечто новое у той проблематике, которая поставлена перед доследчиками. В войну было вовлечено огромное количество людей, и это огромное количество судеб, различных материалов. Поэтому часто какие-то новые, свежие, мы, допустим, знаем знаковые фигуры, о них много рассказываем. А есть люди, о которых, в общем-то, знаем мало, но ведь миллионы судеб, миллионы подвигов, и вот это поколение, которое принесло эту победу, их, к сожалению, мало осталось. И вот наша задача сохранить эту память, и я думаю, конференции внесут тоже свою лепту в решение этой проблемы. Традиционно напередо Дни дня незалежности Беларуси, Гомельский парк радует жихаров и гостей города новым экстремальным аттракционам. Сегодня тут открылись поветранные гонки итальянской вытворчасти. Наш корреспондент Ганна Корольчук так само оценила новинку. Створальники заполнивают катание на новом аттракционе, подобное на полет на спортивном самолете с фигурами высшейшего пилотажа и гарантованными острыми отчуваниями. Одночасовые поветранные гонки могут принять 12 пилотов. Их рост повинен быть не меньше за 120 сантиметров. Удел в урочистом открытии аттракциона принял начальник головного управления и до логичной работы культуры по справах молодья, был в оконкамо Денис Язерский. А первыми пассажирами стали выхованцы детячих домов. Итальянский подрядчик уже стал надеянным партнером для парка аттракционов. Замежный поставщик добро выучил все стандарты и потребования белорусского боку, о якостях техники ценить во всем свете. Подобные аттракционы есть у Сингапура, Китая и США. Их одрозневая надеянность, яркий дизайн и простота в эксплуатации и обслуговывании. Это сотрудничество помогает нашим посетителям получать удовольствие. Те нагрузки, которые он дает своим пользователям, приближаются к 3G. Это достаточно серьезная нагрузка. Высота подъема модулей посадочных 6,5 метров. Единовременно он может катать 12 человек. После того, как дети переключились на гульновую программу, аттракцион протестировали и дорослые же Хары Гомеля. Уражение во всех становочие. Непередаваемые ощущения. Понравилось. Страшно. Один раз. Кричали? Кричали. Сестре не о чем было кричать, сказала. Мужчина как более сдержанно, я чувствую? Ну да, поболее сдержанно. Но после того, как сюрприз у нас закрылся, этот один из таких достойных аттракционов. Даже, возможно, и получше сюрприза будет, что раньше у нас было. Как бы хорошая, достойная аттракцион. Да, спасибо. Очень захватывающе, очень понравилось. Даже я 15-летняя, и мне было страшно. Поветранные гонки парк набыл за властные сродки. Они стали 21-м аттракционом по лику. За сезон у Сеяны принимают около полмиллиона человек. Ганна Корольчук, Ихар Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Оранжевые взрослые небезопасы объявлены в Беларуси на 27 червяне за спеки. В ближайшие сутки в нашем регионе будет без опадка. Температура поветра в ночи в складе 16-18. В день до 30 градусов тепла. А вот в неделю станет несколько связей. Чекаются дожды и мощные ливни. По передних прогнозах дождливым будет и начаток наступного тыдня. Это и так само иншие новины. Информацию об проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Добрых вам выходных день и до новых встреч у эфиры. ДТП с грузовиком и легковушкой произошло в Рогачевском районе. В деревне Лучин 34-летний водитель, управляя Ауди на перекрестке при совершении обгона автомобиля МАЗ, который собирался поворачивать налево, столкнулся с грузовой машиной. Водитель легковушки госпитализирован. В детском оздоровительном центре под Мозырем афера с фиктивным трудоустройством мужа, которую сделала директор, оказалась не единственной. Сотрудники АБЭП выяснили, что главная медсестра санатория на полставки работала в учреждении еще и медицинской сестрой по физиотерапии. Но по факту эти обязанности не выполняла. Согласно документам, в двух должностях 54-летней жительнице райцентра удалось проработать свыше 4 лет, пока ее не уволили. За это время ей незаконно начислили зарплату на сумму более 7 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Предполагается, что о махинации было известно директору санатория, которая сейчас сама является подозреваемой по уголовному делу за эффективное трудоустройство своего супруга. Мужья обеих фигурантах приходятся друг другу кумовьями. К другим новостям. В Гомеле парень поцарапал милицейский автомобиль, однако совсем не подумал о том, что в салоне машины установлен видеорегистратор. В один из вечеров парень подошел к машине и ключами от квартиры повредил капот служебного авто. Увидев царапины и проверив записи, сотрудники правоохранительных органов установили личность хулигана. Им оказался 31-летний гомельчанин с криминальным прошлым. Парня задержали и водворили ВВС. Возбуждено уголовное дело. В Гомеле ворона украла у женщины телефон и затащила его себе в гнездо. Потерпевшая не могла приложить ума, куда пропал ее смартфон, ведь он исчез из ее частного дома прямо средь бела дня. В разговоре с милицией она поняла, что могла оставить телефон либо на скамейке во дворе, либо в доме. Из семейных украсть никто не мог, а чужих людей в гостях не было. В общем, оставалось думать только на ворон, которые раньше уже похищали с участка металлическую кружку и лейку. Сказано было в шутку, но в милиции посоветовали до приезда следственные группы проверить воронье гнездо. И что вы думаете? Бинго! Потерянный телефон с бирюзовым корпусом стал игрушкой для воронят. Радости хозяйки не было предела, а на отказу сама души посмеялись и в милиции, и в следственном комитете. Да, такого вора к ответственности не привлечешь. Это вся информация выпуска. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» «Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте! Футбольные выходные в «Гомеле» сразу два поединка 10-го тура чемпионата Беларуси в первой лиге пройдут в областном центре. «Гомель», располагающийся сейчас на седьмой строке в таблице, сыграет с лидером. Сморгонь в гости к зелено-белым наведается завтра. Матч пройдет на поле стадиона «Центральный». Начало в 19.30. В воскресенье играет «Локомотив». Соперник – «Слоним». Встреча состоится на домашней арене «Железнодорожника» в стадионе «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 17.00. Речицкий спутник и светлогорский химик в десятом туре также играют дома. У Речичан в оппонентах «Пинская волна». Игра пройдет 27 июня на поле стадиона «Центральный» в райцентре. Начало в 19.00. На полчаса ранее в Светлогорске стартует поединок между химиком и ашмянами. Команды Второй лиги футбольного чемпионата страны в ближайшие выходные проведут матчи девятого тура. Гомельский бумпром на поле стадиона «Сдюшор» номер 8 принимает СМИ «Автотранс». Матч пройдет в субботу. Начало в 16.00. В этот же день петриковский «Шахтер» ждет в гости энергетик «БГАТУ» Ожлобина Сиповича. Миллиоратор отправится в Островец. В воскресенье в Рогачеве состоится Днепровское дерби. Пять новых футбольных полей появятся в Гомельской области в следующем году. Это предусматривает проект Белорусской Федерации вида спорта «Стартовые 11». Стандартные полноразмерные поля с искусственным покрытием стандарта FIFA Quality Pro уложат в Гомеле на стадионе «Локомотив», в Светлогорске на стадионе «Бумажник», в Калинковичах на территории «Сдюшор» номер 2 и в Речицем на стадионе «Центральный». Футбольная поля на нестандартных размерах появится в Мозыре. Всего же в рамках проекта к середине следующего года в 10 городах страны появятся 11 полей. Как отметили в АБФФ, данная инициатива имеет огромное значение в контексте ближайших планов по развитию футбольной инфраструктуры в стране. Новые специализированные песчаные площадки «Стадион на Луч» примут первое соревнование. Завтра здесь пройдет первый тур чемпионата Гомеля по пляжному волейболу. Соревноваться будут мужские и женские пары. К участию приглашают всех желающих. Регистрация начнется в 9.30. Отметим, что с 10 по 12 июля в Гомеле будут соревноваться пляжники со всей страны. Первый тур чемпионата Беларуси также пройдет на площадках «Стадиона Луч». В Беларуси стартовал летний легкоатлетический сезон. Гомельские спортсмены уже отметились призовыми местами. В Могилеве состоялся открытый личный чемпионат и первенство области. С этих состязаний наши атлеты привезли 13 наград. Четыре высшего достоинства. Кроме того, завоевано 6 серебряных и 3 бронзовые медали. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.